На увеличение оборота поддельного алкоголя указывает статистика отравлений. В Ростове стало больше в полтора раза, в Азове – вдвое. Много случаев в Константиновском и Милеровском районах. Об этом говорились на дискуссионной площадке «Открытая трибуна», где искали меры против нелегального оборота алкоголя. «Очень тревожные факты приходят по мере проверок. На пять тысяч, вот объект, о котором я говорил, было проведено порядка тысячи с небольшим проверок, и примерно третья часть показала нарушения. Причем были грубейшие, открыто пять уголовных дел». С начала года по итогам проверок конфисковано больше 8 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции. Одной из главных причин торговли контрафактом – депутаты считают высокую цену лицензии на торговлю. Сейчас для индивидуальных предпринимателей она стоит 60 тысяч рублей. «Необходимо законодательное регулирование ослаблять, потому что нужно создать условия для легальной торговли алкогольной продукцией. Особенно в сельской местности, потому что мы видим, что те условия, которые сегодня есть для осуществления бизнеса, начиная от стоимости лицензии, заканчивая установкой единой государственной автоматизированной системы, причем не только стоимостью этой установки, но и в первую очередь, наверное, работы всех этих систем. Безусловно, есть определенные сложности». Кроме того, рост оборота контрафакта связывает с недостаточной профподготовкой продавцов. После обязательной установки онлайн-касс 1 июля многие продавцы еще не освоили эти аппараты, что может привести к теневой работе.